Вы еще не начали возвращать деньги с покупок? Тогда зарегистрируйтесь в EPN Cashback. Высокий процент, быстрый вывод средств любым удобным для вас способом. EPN Cashback Ник Мора рекомендует. Ссылка в описании. Всем привет! Сегодня покажу вам интересную сумку от компании Swisswin или Swisswin или Swissgear. Кому как удобнее это называть, но это одна и та же компания. Просто под разными буквами, как говорится. Логотип один и тот же, а буквы немного разнятся. Как-нибудь будет время, покажу вам, чтобы вы могли убедиться. Так, сумка у нас дорожная, довольно интересная. У меня когда-то, наверное, в том году была похожа, но у меня была чисто спортивная. А здесь у нас уже более такая дорожная и цвет дорожный, наполовину военный. Так, что она у нас из себя представляет? Вот такой у нас квадратик. Квадратик, распрямляйся. Вот такая квадратная сумка, такого темно-зеленого цвета, ручки у нас темно-коричневого. Квадратный рюкзак, точнее не рюкзак, а сумка. Все подписано логотипами Swisswin, точнее Wenger, можно так даже сказать. Вот эти вставки у нас кожаные, не кожзам. Расщедрилась компания, решила сделать маленький кусочек кожи. Он здесь единственный на всю сумку, поэтому сомневаться не стоит. По замкам претензий нет, собачки, как всегда, на высшем уровне. Что у нас здесь вообще по отделам? Один, второй кармашек. Здесь маленький карман для телефона, пауэрбанка можно запихать. Они на боковых поддержках, поэтому совсем так не вывалится, если вы откроете, а там будет он забитый. И также с другой стороны есть маленькая поддержка, кармашек, ну как раз для пауэрбанка. Давайте мы его сразу сюда вот и засунем. У меня вот маленький, но сюда влезет 100%, 20-тысячный от Xiaomi. Это у нас Lenovo на 10 тысяч. Закрываем, пусть он там сидит пока. Сверху у нас есть без замка тоже кармашек, чтобы так вот вещи закидывать, там всякие талончики, чеки, бумажки и тому подобное, чтобы был легкий доступ к ним. Стропа довольно широкая, вся глянцевая. Красиво выполнена, очень красиво. По бокам еще такая непонятная строчка. Ручка сверху у нас идет, пришита к основной ручке. Очень удобно, потому что когда вот вы хотите, например, открыть, и в дешевых сумках они обычно не пришиты. Она где-нибудь так раз вывалится, и потом ее поднимай или еще обратно цепляй, здесь держи, здесь держи. А так она сразу заранее пришита. Если вам не надо, например, она просто так вот может входить, тоже удобно. Если надо, например, две ручки, то сложили и застегнули на липучке. Довольно жесткая липучка. Ну, ручка здесь мягкая, толстая. И также вот эти ручки сами из стропы этой парашютной, также здесь вот сшиты по центру, назовем это так. Так, дальше что у нас? Конечно, хороший материал сразу видно, что обалденный. Материал, кстати, водоотталкивающий, воду не впитывает. Проверим чуть-чуть попозже. Пока пройдемся по внешней стороне. Так, здесь есть также какая-то ручка, скорее всего, так вот ее еще держат. Если, например, вы устали ее так нести, то можете за плечо закинуть руку, схватиться и нести. Как морской пехотинец, когда они возвращаются из фильмов домой, все такие вот сумки за плечом. Так, один карман боковой у нас маленький, выглядит как-то так. Ну, сюда тоже закидывать всякого-всякого. Носки можете накидать и трусы. А с другой стороны уже фиша идет более интересная. Здесь у нас более объемный карман. Он у нас идет в такой отсек дополнительный для обуви. Сюда вот можно запихивать обувь, и он будет раздельный с основным. Поэтому, если ваши потники слишком воняют, можете их сюда закинуть, и они не будут пачкать вашу одежду. Ну, к примеру, берем обувь, да, закидываем ее сюда, застегиваем. Где там у нас? Опа! И все, открываем основной карман. Где у нас здесь? Кстати, две собачки на основном кармане. Вот одна. Можно вывести ее на центр, не обязательно в одну сторону. И получаем вот такой у нас отсек. Так, здесь еще шлейка. Кстати, карабины металлические полностью, это большой плюс. Потому что пластик, пластик, он уже приелся. Ну, и как-то не очень солидно смотрится, как пластик. А так, они здесь полностью. Вот этот металлический карабин с этой стороны. И сам 360 карабинчик тоже полностью металлический. Шлейка здесь очень большая. И также есть наплечник, который с сеточкой, чтобы ваше плечо не потело. Вентилируемый. По самому отсеку здесь внутри есть только один основной кармашек маленький на сеточке. Открыли и накидали сюда всякую мелочевку. Телефон может и еще что-нибудь. Ну, каждый смотрит так. Силикогель понятно. И вот как выглядит у нас нутрянка. Вот этот основной отсек для обуви. Для грязной обуви или еще какой-нибудь. Ну, мало ли. Захотели вторую пару положить, вы еще ее не будете вымывать. Просто закинули, а сюда уже чистую одежду. И получается вот большой, один большой отсек. Места очень много. Вот реально. Берем шмотки. Пару маек закинули. Раз, два. Оно не будет мешаться с обувью. И застегнули. Так. Надо больше вещей, чтобы ее полностью набить. Ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. Ну, получается вот такая вот квадратная большая сумка. Она как большая? Она относительно большая. Не сильно она большая, но... Выполнена, конечно, качественно и красиво. Цвет хороший, темные, темные цвета. И по материалу видно, что он такой... Дороговато выглядит. Очень дорого. По собачкам тоже претензий нет. Непростые. Такие вот какие-то расцветка черная, темно-серебристая. Гуляют хорошо по молниям. Претензий абсолютно никаких. Также в подарок еще идет маленький замочек. Хотя зачем он? Ну, сюда разве что. Прицепить на эту молнию. Но не для этих рюкзаков, не для этих сумок эти замки предназначены. Это просто как подарок. Он абсолютно не нужен будет. Вот так. Что еще сказать? По низу у нас... Внизу у нас есть... Дно, кстати, немножко утолщенное, не однослойное. И есть еще также прорезиненная твердая резина. Но она мнется. Ножки. Что-то, например, не произно... Ну, постоянно будете ставить денег на вокзале, там, в аэропорту, еще где-нибудь. То не будут протираться углы. Будут остановиться именно на ножке. Ну, и дно не будет сильно пачкаться. Ну, где-нибудь вот в этих местах не будет сильно пачкаться. Середина все равно будет к земле прилегать. Но ножки предназначены для того, чтобы не протирать именно вот эти вот все углы. Чтоб она со временем не стерлась. Вот как-то так. Ладно, сейчас давайте я ее немножко набью, чтобы получилась нормальная форма. Итак, набил я данную сумку. Ну, вот такая вот форма получается. Довольно симпатичная. Не сказал бы, что совсем плохо. Немножко она распрямится, потому что немножко мятая, что лежала в пакете. Ну, сюда влезло очень много, ребят. Мало того, что там обувь, а сюда еще влезла куча-куча всяких сумок. Светсвин. Их там очень много. Очень-очень много. Поэтому вместительность, да, большая. Спорить не буду. Очень добротная сумка. Поэтому рекомендовать смогу смело. Особенно для тех, кто ездит часто путешествовать между городами, между странами. Ну, и вообще, как такая вот, знаете, как ее еще назвать? Походной. Но на спортивную она мало тянет. Хотя на любителя. Все зависит от любителя. Есть более серая расцветка с красным, более под спортивный стиль. Это больше такая, как бы, тодорожная, назовем ее. Но сумка классная. Вместительная, большая. И по карабинам претензий также никаких нет. Одевается с этой стороны. С этой стороны. И все. Закинули на плечо. И погнали. Ну, классно. Особенно расцветка мне очень понравилась. Так, теперь давайте проверим на водонепроницаемость. Все. Сумка не промокнет. Будет вот так гулять, гулять. Вот только единственное, что будет молния, она намокать. Но это у всех сумок такая беда. Потому что молния открытая. А именно сам материал, он не промокает. Посмотрите. Видите, гуляет. Туда, сюда, туда, сюда. Опа. И все это выливаем. Вот такие вот дела, ребят. Поэтому сумку рекомендую к приобретению. Ссылка будет в описании под видео. Кого заинтересовала или кому нужна дорожная сумка, можете смело приобретать. Не пожалеете о покупке. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем до скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok